Дачный сезон Низкий период для продаж. Тенденцию в целом считают позитивной. А недвижимость советуют приобретать чуть подальше от столицы, где количество продаж наоборот упало. В начале мая в разгар дачного сезона спрос ожидаемо подрастет. А вот на вторичном рынке жилья эксперты прогнозируют снижение цен. Через полгода в Минске квартиры станут доступнее. Сейчас же пока наблюдается рост в среднем на 1,5-2% в месяц. И относительно недорогое жилье пользуется наибольшим спросом. Вероятно, такая ситуация сохранится в ближайшие несколько месяцев, после чего на рынке наступит стабилизация. IT-сектор, розничная и электронная торговля, а также сфера услуг. Самые перспективные отрасли малого бизнеса определили эксперты банковской сферы. И рассказали о тенденциях, знания которых поможет развивать свой бизнес. Сегодня индивидуальные предприниматели все чаще регистрируют небольшую IT-компанию, которая оказывает полный перечень услуг по разработке программ. От идеи до реального воплощения. Небольшие магазины выигрывают у ритейлеров за счет специализации на одном виде продукции. Что касается электронной торговли, популярность набирают онлайн-магазины и курьерские службы. Привлекательной для малого бизнеса остается и транспортная сфера. Беларусьбанк признали лучшим банком страны в 2018 году. Лауреатов 25-й ежегодной премии определили редакторы журнала Global Finance, который читает в 189 странах. Такую авторитетную награду крупнейший банк страны получает уже в шестой раз. Отбирали лауреатов на основании многочисленных консультаций с корпоративными финансовыми директорами, банкирами и аналитиками по всему миру. Главные факторы – рост активов, рентабельность, развитие новых направлений и инноваторство в продуктах, а также география деятельности и стратегические связи. По всем этим критериям наш Беларусьбанк не уступает ведущим мировым банкам. И это все деловые новости на сегодня. Мы будем следить за развитием финансовых рынков.